Светлана, если говорить об основных трендах последнего времени, что явно можно выделить? Ну, главные тренды мы отмечаем, что к концу первого полугодия, если смотреть по месячную динамику оборота розничной торговли продуктами питания, наблюдается некоторое замедление, темпы роста потребления стали снижаться, происходит это на фоне дорогих кредитов, бережливой модели потребления, которая никуда не делась, ну и в целом потребитель становится все более рациональным. Если смотреть на структуру оборота розничной торговли, то мы видим два таких основных тренда, это первое, причем они полярные, рост с одной стороны доли дискаунтеров в обороте ритейла, с другой стороны рост противоположного по сути канала, это онлайн канал, и все больше представителей ритейла вкладываются именно в онлайн стратегию и в доставку. А как вот эти тренды влияют сейчас? Рост количества дискаунтеров, рост онлайн торговли, как они влияют на рынок, что там происходит? Ну, рост дискаунтеров, это увеличение доли собственных торговых марок, потому что это сокращение, да, и ассортимент в дискаунтерах, он же меньше, чем в стандартных, да, там, супермаркетах или гипермаркетах, поэтому сокращение места на полке за счет доли СТМа. Кроме того, если смотреть на другие каналы, мы видим долю высокую готовой еды, и, кстати, онлайн в том числе растет и за счет готовой еды, потому что вы можете заказать себе обед, ужин, завтрак уже не только из какого-то кафе и ресторана, но и из магазина или егроссари другого игрока. Есть какая-то данная динамики? Ритейлеры догоняют хорику, обгоняют, что там происходит у них? Ну, в целом мы на протяжении долгих лет видим, что хорика росла всегда более динамичными темпами. Но нужно понимать, что хорика в раз пять в оборот хоричный, он значительно меньше оборота продуктов питания в ритейле. Но динамика в нем всегда была очень интенсивна, у нас растет паттерн потребления готовой еды, еды вне дома, но сейчас ритейл за счет вклада в готовую еду, за счет вклада в открытие кафе, а мы видим, что все больше ритейлеров, это и Х5, и Магнит, и Лента, и Ашан, и другие ритейлеры вкладываются в свои собственные кафе в Кусвилл. Поэтому, естественно, ритейл всячески пытается догнать хорику, и если смотреть по динамике за первое полугодие, то динамика их оборотов, если с учетом инфляции, она практически одинакова, но в ритейле цены растут немного медленнее. То есть, если вот в физической массе, то там, соответственно, динамика чуть меньше, потому что общепит все еще отыгрывает подорожание цен, которые они долгие годы сдерживали у себя в меню. Но общепиту стоит бояться роста ритейлера? Я не думаю, что общепиту стоит бояться, потому что общепит все равно дает, помимо просто еды, он дает еще некий опыт, некую другую составляющую, которую предоставляют. Плюс есть добавленная ценность. Понятно, что есть разные виды заведений, и, наверное, заведениям ту-гоу нужно, возможно, опасаться, потому что кофе с собой вы можете купить в пятерочке, в условной, да, там магните и булочку, но прийти за стол со скатертями, с официантами вы пока еще вряд ли сможете в кафе при магазине. Но с другой стороны, кто бы мог подумать несколько лет назад, что можно ходить за готовой едой в магазине. А если коротко напоследок, какие советы можете дать участникам рынка, на что обращать внимание сейчас в первую очередь? В первую очередь следить за трендами, следить за информацией, потому что меняется все буквально каждый день. Я много лет работаю в информационном поле потребительского рынка, и таких изменений грандиозных, которые происходят практически ежедневно, не было никогда. Поэтому в первую очередь следить за информацией и корректировать свою стратегию в зависимости от того, куда вы действительно в долгую хотите вкладываться. Спасибо.